Добрый день, мои дорогие зрители! 21 сентября. Рождение Пресвятой Богородицы. Посмотрите, какое у нас небо. Жаркое. Сейчас скажу, сколько у нас градусов здесь. Ой, 27 градусов. Представляете, такая жара. 21 сентября. Кошмар. А ночью прохладно. Вот уже надо заносить все цветочки потихоньку до дома. Я не знаю, куда я их буду девать. Посмотрите, котяра развалился в ящике. Вот, дает, да? Вы поглядите, сколько груш. Кошмар. Вот это да. Груш очень много у меня. Вот. Посмотрите. Это я еще вчера собрала вот тут. Да? Вот, смотрите, сколько. И там еще. Ой, 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 ой. В общем, боже мой. Я, друзья, сегодня начала было работать. Потом вспомнила, что праздник же сегодня большой. Ну, грех это. Ну, знаете, говорят как. Господь, когда дает человеку силы, это когда нет никакого праздника. Вот, и Господь дает человеку силы. Поэтому в праздник, если ты начнешь делать, ты будешь очень сильно уставать. Да? Ну, не зря же так говорят. А когда нет никакого праздника, вполне есть силы, здоровье, чтобы все сделать. И ты сделаешь в два раза больше, чем ты будешь делать в праздник. Так, к тому же, еще накликивать на себя беду во время праздника. Я вот хочу показать. Я сегодня поливала цветочки, друзья мои. Смотрите, георгинки еще как цветут. Розы. Ну, красавицы. Просто красавицы. Слушайте. Ну, посмотрите. А, ой, ну это чудо розы. Чудо розы. Чудо. Ну, вот еще беда. Вот видите, какая. Вот у меня заплел. Бобки оцинтовые. Всю розочку. Надо убрать. А то задушит. Вот сюда вот. Вот, посмотрите. Бобы гиоцинтовые. Хорошо цветут. Хорошо. Они к осени хорошо разрастаются. Вот. И прекрасно цветут. Только не надо, чтобы они вот заплетали. Розочки мне. Вот такие красавицы. Ой, ну вообще чудо. Фиджа-негро. Ай, чудо роза. Чудо. Красавчик вообще такой. Цветочек. Так. Тут вот георгинки уже, видите, отцвели половину. Ну, еще цветут. Можно собрать семена, конечно. Посмотрите, сколько тут семян. Вполне можно собрать. Но это потом. Я сейчас хочу пойти к кизильчику немножко собрать яблочек и сделать варенье. Я вам покажу, какое варенье я потихоньку варю. Понемножку. Получается очень красиво. Посмотрите, какие розы. Просто красавчики. В сентябре. Ой, чудо. Чудо розы. Он снизноядник такой. Да, разросся клематик у меня немножко. Хорошо. А вот какие розы. Ой, ну вообще. Не знаю название. Купила, не записала. Теперь не знаю, как называется. Ну ладно, не важно. Вот тоже надо семена собирать. Понятно. Видите, надо срезать будет цветочки. Сломать я. На сушку. Так, вот, пожалуйста, где вы сладочка. Так. Вот. Скоро-скоро зацветут фризантинки. Как похолодает, так зацветут. Так. Ну что. Покажу, что я сегодня сделала. Что я сегодня сделала. Вот. Поливала. Вот как видите. Цветочки. Розочки. Посмотрите, какая прекрасная гортензия. Розовая вся. Вся розовая. Ай, красавица. А там как ярко. Вон, смотрите. Бобы прям прекрасно смотрятся. А вот. Снежноягодник. А там. Там и розочка цветет. Вот. Вот такая. Вот такая. Вот. А эта цветочка. Шикарная. Здесь розочки. Цветут. Беленькие. О. Вот эта моя красавица. Все еще цветет. Да, цветочки еще цветут. Еще прямо хорошо. Вот Гацаня расцвела. Пожалуйста. Питунь повдергивала. Это остался. И он цветет. Вот. Так. Друзья мои. Здесь вот тоже цветут цветочки. Да. Там роза желтая. Я вам издалека ее покажу. А вот, пожалуйста. Гортезия. Какая-то засохла. Какая-то ничего. Вон там. Желтая роза цветет. Видите. Вам видно. Да. Вот там. И вот посмотрите, куда выросла. А? Это черенок. Вот это да. Это я укореняла. Вот там у меня. Во дворе розочка. Я мимо нее прошла. Забыла вам показать. Посмотрите, как цветет шикарно. Так. Вчера собрала все груши. Вот посмотрите, я сегодня решила. Здесь вот немножко обрезала малину. Да. Начала обрезать и вспомнила, что праздник же сегодня. Ну и думаю, ладно. Вот этот участок сделаю немножко. Не буду, как говорится, греха набираться. Там немножко траву вот поведергивала. Вот здесь цветы были. Здесь обрезала сливы, которые мешают груши. Вот. Вот смотрите. Видите? Вот обрезала ветку. Вот она. Ветка обрезала. Тут вот обрезала ветки. Да? И вот тут ветку большую обрезала. Вот теперь грушки. Посмотрите, как хорошо. Свободненькое местечко есть. Шикарно. Пусть теперь растет. Вот. Я думаю, теперь ей мешать ничего не будет. Вот. Вполне. Вот у меня там еще грушка есть одна. Тоже заполонила орех ее. Ну, наверное, я уже ее не спасу. Вот. Потому что она уже прям такая нехорошая стала. Так. Ну что, друзья. Пойдемте-ка я вам... Ох, зацепила камушек. Ты смотри. Ногой почему-то. Подождей нету. Все сухое. Даже камни приподнялись. Давайте-ка я вам все-таки сюда вот покажу. Время у нас есть. Вот, смотрите. Ну, вот. Сегодня поливала. Ну, они уже, как видите, прошли уже в такой плачевный вид. Уже. Ну, уже холодные ночи. Надо будет пособирать. Вот тут эти семенники есть еще. Так. Вот, смотрите. Я хочу вам показать. Вон бабочка летает. Вот, погодите. Какая красота цветет на кого-то. Вот розочки. Обратите внимание. Видите? Желтенькие цветут. Да? Вот так их. Можно их сломить. Сорвать. Вот и все. А здесь, смотрите. Здесь опять набирает. Вот набрали бутон. Я думаю, они должны успеть и здесь тоже. В общем, хорошие розочки. Вон яблочки. Видите, как. Надо бы их сорвать. Так. Ну, ладно. Пойду сначала кизил. Оборву. Вот, смотрите. Тоже цветет. У меня. Садовый гибискус. Еще будет долго цвести. Еще, если тепло продержится, будет долго цвести. Потихоньку начинает уже осыпаться персики. Ой, персики. Господи. Потихоньку начинают осыпаться орехи грецкие. Да. Так что будем собирать, сушить. Ну что. Пойдемте дальше. Пойдемте дальше. Я сегодня поливала. Вот здесь цветочки поливала. Да. Елочка, как хорошо выросла голубая. Да. Ну. Груш было очень много. Хорошо. Хорошая грушка в этом году. Прям дала хороший вырожай. Ни одной червивой не было. Так. Нет. Ну, не то, что ни одной. Может быть, штуки три было. Вот. А в основном не червивые. Зато вот яблоки, видите, мелкие, паршой побитые. Ну, в общем, с яблоками проблемы. В том году яблоки были хорошие. Так. Вы знаете, вот я сегодня смотрела на свою капусту и думала, что ж я так упустила из виду, что слизней можно же перцем горьким. Настаивать перец горький, разводить в воде его такой и поливать. И они погибнут. Они же не, они бы просто из-за того, что им обожгло все тело. Они же голые. Вот. Поэтому бы, конечно, помогло. Ну, вот. Хорошая муселя приходит опосле. Ой, смотрите, что делается. Ай, призантанты мои вообще, вообще попадали. Попадали. Ужас. Ужас. Что делается. Да, вот уж сказано. Так. Вы знаете, помидорок еще вот много. Посмотрите, сколько. Но я уже не поливаю. Нет, нет, уже все. Поливать ни к чему. Так. Тут вот тоже эти бальзаминчики. Ну, это махровые у меня здесь. Вот, смотрю, тут есть эти. Надо пособирать. Очень хорошая вещь. Ну, в комнате они у меня не растут. Да, а вот помидорчиков много. У этого тарасенко народился. Вы посмотрите, перец к концу вырос какой. Вы представляете? Этот и вот там. Посмотрите, сейчас покажу. Смотрите, что делается. Это ж надо, повырастали, придумали. Вот и помидорчик. Смотрите, сколько еще. Еще передают неделю целую тепла. Поэтому пускай повисят, а потом сорву. Большие уже все оборваны. Уже нету помидорков. Так, вчера кабачок один сорвала большой. Здесь вот надо уже снимать все укрытия. Пока нет дождей, пока сухое все. Чтоб не пришлось потом сушить. Вот, смотрю, у меня тут. Сейчас я вам покажу. Батар. Посмотрите. Вон, видите, вырос куда. Что уж там он большой, маленький, не знаю. Ну, какой будет. Какой будет, такой будет. Интересно же просто. Конечно, если бы хорошее место у меня было для него, он бы вырос хорошим. Ну, по крайней мере, я теперь на посадку оставлю. И уже в следующем году буду примерно знать, где сажать его. Буду ж место ему определять. Посмотрим, в общем. Так, виноград этот мы весь собрали. Даже вот эти помидорчики, что сами выросли. Смотрите, есть помидорки. Еще. Видите? Вот такие. Это де Барао черный. Вот, я поняла, что это за помидорчик. Де Барао черный. Симпатичный. Помидорчик вкусненький. Так. Так, я не туда пошла. Ну, ладно, заверну сюда. Разницы никакой нет. Так вот. Посмотрите, весь крыжовник осыпался уже листья. Сух стоит. Эти вот только начали бутончики. Не, ну, если тепло будет стоять, они, конечно, расцветут. А если не будет тепла, то не будет цветов. Вот здесь и фусунаби. Смотрите. Надо бы полить, конечно, иначе будет мелкий. Так, я иду на кизил. Хочу кизила собрать немножко. Вот яблонька моя, прививочка. Шикарная. Хорошо. Прям подросла. Яблоки надо собрать. Еще тоже хочу. Посмотрите, вот видите, натереть на терке. Лежать они не будут, потому что они порченые такие все. А вот натереть на терке и сделать варенье. Мне понравилось. Я вчера делала, я вам покажу. Но я хочу еще шоколадного сделать варенье. Сейчас вот покажу, какой кизильчик. Он уже очень сильно сыпется. Что я хочу сделать, я вам потом расскажу. Посмотрите, какой черный прямо кизил хороший. Он уже во всю сыпется. Надо собирать, иначе пропадет весь. Уже подошел. Смотрите. Так, ну ладно, я вот вам покажу на ветках, который. Вот, посмотрите, какой. Видите, это крупный. Там есть мелкий. Тоже уже поспевший. Ну, мелкий это дикий, скажем так, не колерованный. А этот вот он привитый. Поэтому вот такой, вот такой вот. Так, ладно, буду собирать.